Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания Совмина уволил министра топлива и энергетики Сергея Егорова за невыполнение служебных обязанностей. После доклада Егорова об энергоснабжении полуострова в условиях отключения со стороны Украины, Аксенов раскритиковал работу Министерства по составлению графиков веерных отключений и несправедливое распределение электроэнергии, генерируемой на полуострове, по городам и районам. В селах люди буквально выживают как могут. Третьи сутки крымчане без света и воды. С понедельника кое-где электричество появилось. Правда в то время, когда люди спят. Один раз в сутки на четыре часа. Однако крымчане стойко переживают трудности. Мозги-то есть у всех. Мы понимаем, в чем проблема. Мы готовы к этому были. Но нет и нет. Перед общимся как-нибудь. Появилось не очень удачное, конечно, решение с подачи света с 0 до 4. Резон, ребят, жизнь какая-то у нас не ночная, собственно говоря. Ну и с этим можно мириться. Озлобившись, скажем так, на сопредельную сторону. Без воды как-то вот грустно. Говорит, три дня без света коротали как могли. Каждый искал занятия по душе. Надеется, что ситуация скоро наладится. Дровар убили. Дровар убили, книги читали. Покупается фонарик налобный. Очень хорошо для чтения. Платно, потерпим мы до декабря. На полуострове взлетели цены на электрогенераторы. Кто может, покупает. Кто нет, вспоминает, как пережили 90-е. Господи, я сегодня чувствую, думаю, как мы пережили 90-е годы, когда Юля была. Не было ни пенсии, ни зарплат. Да ничего, в лес ходила я, носила дрова, сколько смогу принести. А это ж ерунда. Да я не чувствую, что плохо, что компьютер не могу сесть за компьютер поиграть. И все. Все проблемы. А сейчас, сказали, вот эта в магазине была, на генераторе цена подскочила. Аж до 90 тысяч. Кошмар. Люди что-то на этом делают деньги. На нашей же беде. Больше всего в селах и поселках страдают маленькие дети. В основном из-за отсутствия воды. Народ недоумевает, почему так произошло. И теперь они вынуждены жить в неудобствах. Ну что это, вот маленький ребеночек, три месяца. Не подогреть, не помыть ребенка. Ну что это, ни воды ни накачать. У каждого. Вот эти агрегаты стоят, покупают. Они стоят сколько? Совсем, я не знаю. Причем Украина, это что-то к нам прицепилось, что мы ей плохое сделали. Мы ей плохое ничего не сделали. Они вместе с нами там не могут разобраться. Проблемы есть и у школьников. Выпускникам приходится делать уроки ночью. Такие условия нам не нравятся. Нам вообще неудобно. Мне вот, как учениц 11 класса, без света неудобно готовиться к экзаменам. Поэтому приходится вставать ночью, искать информацию, чтобы получить какие-нибудь знания. Есть и те, кто вообще не знает, почему в населенном пункте нет света. Так как ни радио, ни телевидения нет и о причинах отключения эти люди не слышали. А, поэтому тут света нет? Я не знаю, что там у них. Я в этом деле не в курсе. Ну, трудности как. Ничего не сготовишь. Потому что у нас электроплита. У нас газа нет. И вообще без света спать ложусь рано. Плохо без света. Жители сел не знают, на кого надеяться. Говорят, долго так не протянут. А что можно сделать, не представляют. Обвиняют и Россию, и Украину.